10 октября 2016 года Содержание Как всегда Диета от Анжелины Джоли Витамин В17 Против рака 9 дыр Куда утекает наша жизненная сила Тут ошибочка есть Ну ладно Ну что Это вот фотография Я после тренировки 25.09.16 года Можете посмотреть Вот такой вот я Не хочу сказать Что я там моложе Или еще что-нибудь Я выгляжу на свои годы И этому рад Главное самочувствие Чтобы было нормальным И жить было комфортно Значит в октябре Луна рекомендует Что тут Как тут Новолуние Я уже программку Отточил эту Как писать И делаю легко И просто Познавательно Практически Октябрь месяц Как я рассказывал Что в этом календаре Меня заинтересовало Вернее Меня заинтересовало В календарях То что Тот или иной день Назван Честь Святого Что это за святой Чем он Прославился Вот мне это Важно Значит Его описание Далее идут Приметы Что народ В это время Делал И в итоге Получается Что Можно Взять Описание дня За руководство Чтобы этот день Прошел вполне нормально И с большой пользой Потому что Наши предки Уже За много Сотен Лет Выявили Что желательно Делать В этот день Почему Это надо делать От чего Надо Опасаться Чему Надо стремиться То есть Очень Хорошие Такие рекомендации Проверенные Временем И огромным Числом Людей Прошедших Через Это время Приметы Все Это Такое Так что Я Придерживаюсь Этого Календаря Не обязательно Там Строго Чему-то Там Следовать Но Важно Хотя бы Понимать Направление Этого дня И С учетом Этого Как-то Корректировать Свои Житейские Планы 14 октября День покрова Пресвятой Владычице Нашей Богородице И Пресвятой Города Местные Местные Жители Стали Молиться Юродивый Андрей Поднявший Глаза К небу И Увидевший Богоматерь Озаренную Небесным Светом В течение Часа Богоматерь Молилась Вместе С людьми Прорывая Слезы А потом Сняла Покрывало И постила Его Над Моляющимися И Сарацины Отступили Можно это Рассматривать Как сказку А можно Совсем По-другому Примет этого Дня Если Журавли Уже Улетели Это Крайние Зиме Если Выпал Снег Зима Будет Снежная И Морозная Какая Погода На покров Такая Будет И Вся Зима Если Нет Снега И Рождество Будет Бесснежным Если Сыграть Свадьбу На Покров Брак Будет Счастливым О Многие Уже Опеклись О То Что Брак Совершенный Вот Тадата Тадата Оказался Увы Не тем Каким Его Ожидали Если Сегодня Протопить Печь Дровами Яблони То Зимой В доме Будет Тепло Вот Интересно Так Что Что тут У нас Дальше Ну Идет Календар Идет 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 Теория Там Диету С Людмилой Игурченко Вот Она Так Была В Юности Вот Она Так Так В старости Сравнение Идет Не Их Двух Между Собой А я Сравниваю Что Существует Индивидуальная Конституция Ну Например У Людмилы Гурченко Да Конституция Такая Вот Ветреная Ну Такой Ветер Хороший Ну Уравновешенный И Это Говорит О том Что Вот В юности Видите Какая Она Была Такие Щечки Глазки Зубки Все Это Великолепно Да Шустренькая Такая И При этом При этом Многие Вспоминают Что Она Никакой Диеты Не Придерживалась А Ела Там Что Дадут То Она Там И Кушала И Как раз Особенности Ветреной Конституции Ее Организма Способствуют Тому Что Вся Пища Переваривалась Усваивалась И Ничего Не Откладывалось И Так Она Через Всю Жизнь Прошла Ну А Другие Люди Немножечко Покушают У них Все Это Откладывается На Боках Они Склонны Поправляться Потому Что У них Конституция Совершенно Иная И Поэтому Если Мы Говорим О Диетах Что Допустим Анжелина Джоли Для себя Использовала Это Не Значит Что Она Вам Подойдет У вас Совершенно Иная Конституция Вам Нужна Совершенно Иная Программа И В том Числе Диета По Жизни Ну Как Только Человек Понервнич Видите Сразу У него Все Высыхает Все Слетает И Не От Того Что Он Ест А От Того Что Он Просто Нервнич Потому Что Эмоции Которые Переводятся Как Волноват Они Волнуют Нашу Энергетику Энергетика Значит Убыстряется И То Что Должно Нормально Откладываться И Усваиваться Улетает Очень Очень Быстро А Это Кстати Вот Кевин Леврон На Левом Фоте 90 Годов А На Правом Это 2008 Год Кстати Он Выступал В 16 Году На Мистер Олимпия Ну И Примерно Опять Был Такой То Что О Этой Статье Я Хочу Сказать Я Хочу Сказать То Что Когда Человек Искусственно Себя Опять Таки Раскачал Значит Тренировался Употреблял Различные Добавки Тяжело Значит Нагружал То Мышечная Масса Естественно Его Организма Приспособуется Под Эту Нагрузку Но Как Только Все Это Прекращается Прекращается То есть Еда Стимуляция Мышечной Массы С помощью Атлетического Спорта Таких Силовых Напряжений То Получается Что Нету Стимула Все Уходит Что И Произошло То есть О чем Я еще тут Хочу Вот Именно Этим Примером Сказать Этим Примером Я хочу Сказать Что Если Вы Конечно Не Профессионал Как Кевин И Не Зарабатываете Этим Деньги То Важно Свою Внешнюю Фигуру Сделать Приятной Для Себя Сделать Здоровой Но Не Раскачивать Чем больше мы раскачиваем Чем больше мы едим Тем больше мы нагружаем свой собственный организм Это уже Большая нагрузка На Наш организм А Индивидуальная конституция Наша такова Что если мы все это бросаем Мы Стремимся к тому Что нам Дала природа И вот то что Дала природа Вот мы видим В 2008 году Вот он перестал так активно заниматься Видите Он стал обычным человеком Не похожим на ту Мускульную машину Которой он Был Вот То есть Подчеркиваю Особенности Индивидуальной Конституции С ними Очень трудно бороться И можно только В каких-то рамках Придерживаться Для того Чтобы Просто-напросто Вот Выглядеть приятно И чувствовать себя В своем теле Комфортно Далее Я тут Разбираю Витамин В17 Против рака Это по-моему О том Что Это вещество Было выделено Из косточек Горького миндаля Из косточек Абрикос И его там Использовали Где содержится Ну почитайте Это интересная Вообще Статья такая Кстати После этого Я купил Косточки Абрикос И нет Нет Ну Кушай их Значит Что там Как там Это все Потом Вот интересная Такая статья 9 дыр Через которую Может утекать Наша жизненная сила То есть Важно понимать Действительно Свои слабые стороны И И эти стороны Будем говорить Как бы сказать Ими Ну Зная Слабые стороны Своего организма Своей психики Человек уже может Как-то Регулировать Своим сознанием Своим поведением Чтобы Чтобы Все таки Энергия не уходила То есть Важно понимать Что тебя Ослабляет И вот В частности Смотрите Незаконченные И не доведенные До конца дела Они тянутся Шлейфом За нами И за счет Этого Энергия Высасывает Третье Обиды Замкнутость И любые Другие Формы Самоизоляции Ну Для кого-то Самоизолируешься И тем самым Обрубаешь Путь К К своему Собственному Прогрессу К Самореализации То есть Человек должен Понимать Что он Обиделся В той или иной Ситуации Не понял Ее Что это Обучающая Свообразная Ситуация Как урок Которую Надо пройти Сделать выводы И идти дальше А не просто Обиделся А вот так вот Случилось Значит Вот Все мужчины Плохие Все женщины Допустим Плохие Или еще что-то Или еще что-то И на этом остановился Я знаю Много таких случаев Недоверие И ненужная Враждебность Тоже Недоверие И ненужная Враждебность То есть Вы выстраиваете Уже заранее Это как черта Характера Вы выстраиваете Целую Энергетическую Структуру Которая Препятствует Вам общению С другими Людьми Все Это человек Враждебный Он такой Секой Ух Все Она стоит И вы ее Подпитывайте Подпитывайте Своей Собственной Энергией То есть По этому Каналу У вас Утекает Ваша Жизненная Энергия Пятое Физически Эмоциональная Или Физически Эмоциональная Или Информационная Перегрузка Но естественно Все должно быть В меру Если мы Истощились То есть Физически Мы трудились Мы отдали Часть энергии Эмоции Мы тоже Отдали Часть энергии Информацию Мы тут сидели Там вот как Буквально Таки вчера Я вот Смотрел фильм Про Королева Он там Бывало Там Спал Там Через день То есть Ему хотелось Быстрее Узнать Постичь Понять Все это Приобрести Нужную информацию Но это все таки Перегруз Который Который Надо восстанавливать Нельзя так Вести Важно Относиться Совершенно По другому Так Шестое Переедание Интоксикация Алкоголем Сигаретами Наркотиками Ну естественно Все что Как бы сказать Нас веселит Топнусь Ну допустим Пища Мы должны Переварить Съесть Переварить